Приветствую всех любителей муравьев на канале Муравьиный Дом. Мы рады приветствовать вас в новом сезоне. Это первый наш обзор экзотических муравьев. И зайти мы решили сразу с козырей. Меня зовут Константин. И в сегодняшнем видео я расскажу вам про азиатских панерин Andentamachus manticola. Или в народе просто капканчики, махусы или мантиколы. Почему именно эти муравьи? Да все очень просто. Три года назад, когда я только начинал увлекаться муравьями и кроме жнецов у меня еще никого не было, мне в глаза попалось видео про мантикол. Возможно это даже был канал Собера. В тот момент у меня загорелись глаза и я дал себе слово, что у меня обязательно будут эти муравьи. И вот мечта сбылась. Ко мне в руки наконец попали эти азиатские красавцы. Для начала стоит рассказать об основных характеристиках данного вида. В сравнении с капканом муравьи получили из-за строения мощных челюстей, которые в момент готовности раскрыты под углом 180 градусов и захлопываются при прикосновении к чувствительным волоскам с рекордной скоростью и силой. Распространен во влажных тропических лесах Южно-Восточной Азии. В природе строят свои гнезда в земле под корой и мхом, а также в корнях деревьев. Семьи моногины, то есть в колонии присутствует только одна яйцекладущая матка. Размер рабочих от 12 до 16 мм, матки до 18 мм. Муравьи имеют темно-красный окрас, численность семей достигает 200 особей. Рекомендуемая температура содержания 25-28 градусов, желательно подогрев арены в холодное время года. Рекомендуемая влажность в гнезде и на арене 50-70%. Рацион состоит в основном из кормовых насекомых и фруктов. Зимовка им не нужна. Поскольку у муравьев езжало, данный вид не стоит заводить в качестве первых муравьев или просто в качестве мимолетного развлечения. Не любят свет в гнезде, охотятся преимущественно ночью. При малой численности семьи рабочие не охотятся на больших тараканов. Но вот что действительно удивило и довольно редко встречается среди муравьев, это активность самой королевы в жизни семьи. Она может выйти из гнезда на арену для охоты или за новые порции свежего субстрата. Вид относительно выносливый и простит вам некоторые ошибки на начальном этапе содержания. Заселять капканчиков я буду в такой вот специальной фермы для панирин с просторным гипсовым гнездом и ареной. Для начала необходимо создать комфортные условия для жизни муравьев. Для этого я сейчас насыплю живой субстрат на арену и немного в гнездо. Живой, потому что в нем кроме кокосовых опилок еще содержатся белые тропические карликовые макрицы для борьбы с плесенью, а также хищный клетч, гипоаспис для борьбы с другими клещами, как догадались многие. Кстати, макрички и клетч скоро появятся в продаже нашего магазина. Следите за новостями в нашей группе. Приехали муравьи к нам вот в таком вот гипсовом мини-инкубаторе. Матка и 6 рабочих. Сейчас наша задача переселить их в гипсовый блок нашей фермы. Переселяться они будут, естественно, сами, поэтому я просто оставлю инкубатор на арене и подожду переселения. Итак, прошло 4 часа, но муравьи и главная матка так и остались жить в своем насиженном гнезде. Что ж, весьма предсказуемо. Не хочется оставлять их так на всю ночь, поэтому я сейчас помогу им быстрее заселиться в свой новый дом. Аккуратно вытряхнув их всех на арену. Пошла ночь. На следующее утро, подойдя к фармикарию, я увидел, что вся семья заселилась в гипс. Это здорово, сказал я. Лишь 1-2 рабочих изредка фуражировали по арене в поисках чего-то съестного. Пока семья младчисленная, я кормлю ее исключительно личинками знахаря. Его не улепетывают за обе щеки, даже остатков не нахожу. Таракана пока давать нет смысла до момента, пока на арене не будет охотиться хотя бы группа муравьев. Как только семья попала мне в руки, я дал ей слабый медовый сироп, так сказать, для утоления жажды с дороги. Вообще сиропом кормить их не рекомендуется, советую в качестве углеводов давать только фрукты. Помимо знахаря, муравьи обожают различных комаров или мушек, например дрозофилок. Также не против полакомиться белыми макричками. Когда семья разрастет, с основным источником белка, конечно же, будут туркмены. Охота мантикол, как и многих других махусов, это настоящий блокбастер, который хочется пересматривать снова и снова. Они не бросаются на жертву с головой, а медленно и хладнокровно подкрадываются к жертве для того, чтобы сделать один, но максимально точный убийственный укус. Охотясь на таракана, рабочий цепляется ему точно в голову, что делает этот процесс еще более зрелищным. В природе капканчики также используют свои челюсти. В качестве средства спасения. Отталкиваясь ими от жертвы, они отлетают на безопасное для них расстояние. Забавный факт, когда капканчики промахиваются по жертве, человеческому уху отчетно слышны характерные щелчки от холостых захлопываний. Теперь представьте, насколько они сильные. После того, как семья обжилась на новом месте, так сказать, освоилась на местности, можно приступить к декорированию арены. Грустно смотреть на пустынный вид кокосового субстрата. Для начала положим на арену кусок древесной коры. Рядом красиво уложим желудь, а в противоположном углу красиво воткнем искусственный кустарник, который каждый может купить, например, в фикс-прайсе. Важно понимать, все декорации, которые я принес из леса, предварительно прошли термическую обработку и как следует были высушены, чтобы избавиться от рисков заражения паразитами. Напоследок еще добавим гнездо и арену в макритчике хищного клеща, так сказать, для перестраховки. Вот и готово. Надеюсь, когда рабочие выйдут на арену, они подумают, что снова вернулись на родину. На этом первая часть истории про мантикол закончена. Мы вернемся к ним, когда семья обзаведется расплодом новыми рабочими. Постараемся отснять для вас еще более захватывающие кадры, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем спасибо, что провели это время с нами. Если вам понравилось это видео и показалось полезным, глядите этому видео жирный лайк и напишите комментарий. До новых встреч. Всем пока.